Экскурс по коммунальным проблемам Иванова. Рабочую неделю глава региона Станислав Воскресенский завершил осмотром территории областного центра в компании мэра и общественных активистов. Первый объект – контейнерная площадка на улице 15-й проезд. Картина типичная – контейнеры пусты, мусор рассредоточен вокруг них. Очевидно, управляющая компания не спешит исполнять свои обязанности по уборке площадки. К организации мест сбора твердых коммунальных отходов тоже есть вопросы. В большинстве случаев отсутствуют отсеки для крупногабаритного мусора. Потому люди обычно складируют такие предметы рядом с баками. Хотя и из контейнеров рекоператор их, вероятно, отсортирует. Они их выложат, сложат, потом придут, когда в качестве стихийной свалки она образуется, будет вывозить или город, или рекоператор. Проблема повсеместная и требует системного решения. Мэри уже выиграла несколько судов с управляющими компаниями. А теперь подключились ГЖИ и прокуратура. По всей районной прокуратуре дали указания идти по практике судебной, которую город выиграл. То есть прокуратура будет выступать уже с исковыми заявлениями к управляющим компаниям. Свою помощь в борьбе с халатностью управляющих компаний предложили ивановские активисты общественного проекта «Чистый город». Молодые люди готовы инспектировать территории дворов и сообщать обо всех проблемах, чтобы позже была возможность привлечь коммунальщиков к ответственности. Для этого на каждой площадке предлагают установить таблички с названием «Компания, ответственные за содержание». Молодежь может заниматься фотофиксацией, видеофиксацией нарушений. Соответственно, эти нарушения доносите туда, куда следует. Затем проверять, выполнены ли были предписания, которые были назначены для устранения этих нарушений. Соответственно, опять направлять материалы. То есть конкретно включаться в этот вопрос на этапе контроля. Такая помощь, по мнению главы региона, не будет лишней. Мы должны работать и будем работать. Но нам важно вовлечение неравнодушных людей. Потому что, действительно, мы сейчас, когда ты продумай, Саша, мы когда будем сейчас в план действия разбираться с этим площадкой, надо ребят использовать. Те, кто хочет нам помогать, волонтеров. Дело благое. Сейчас в городском реестре мест накопления твердых коммунальных отходов – 300 объектов, которые более или менее соответствуют нормативным документам. А всего их в городе – 3000. Предстоит серьезная работа. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует...